Всем доброго дня! Вы на моём канале Наталья Осецкая, канал о вязании и обо всём, что связано с вязанием. Сегодня у нас 6 июня, сегодня у нас первый день, 3 стартов июня. А в видео, в котором я рассказывала о пряже, из которой я хочу вязать в июне месяцем, я говорила, что у меня в этом месяце будет, я начну 6 процессов. Очень хочется начать распроцесситься. Что-то меня куда-то понесло не в ту степь, по-моему, если учесть, что у меня ещё 3 процесса лежат с прошлого месяца. Они достаточно немаленькие. И, по-моему, один даже платье моё, по-моему, даже начинала не в мае, а в марте. Но это не столь важно, потому что закончить мне его нужно к 1 августа. Оно уже так у меня хорошо продвинулось. Но очень захотелось распроцесситься. И я решила, что распроцесситься на больших процессах я не буду распроцессиваться, потому что я боюсь, что я их затяну, и они у меня будут, ну, будут висеть и висеть, и потом мне это надоест, и я распущу. Я решила, что у меня будет один крупный процесс на меня, плечевое изделие, кардиган. Один процесс так он будет, вернее, два так. Ну, такие вот. Один это пледик для торопыжек, а второй это носочки. Сочки, которые пойдут уже для благотворительности. Я их положу в коробочку, из которой потом достану и отправлю Ане Полозняк посылку, когда мы будем вязать. Я буду участвовать в марафоне добрых дел. И два, и три процесса маленькие. Это шапочка эльф, это носочки шапочка для торопыжек, и это джемпирог в подарок для малышки, которая должна родиться в конце июля, по-моему, или в начале, а в августе, вот, для этой малышки, для девочки, моей коллеги. И что я решила? У меня есть вот такая вазочка, очень красивая. Это натуральное дерево. Мне дарила Аня Полозняк. И я нарезала вот шесть таких листочков, написала в них шесть процессов, опускаю вот сюда, и отсюда буду доставать рандомно. Сейчас я помешаю, помешаю, а потом рандомно достану. Вот. Я все перемешала, и теперь давайте... Но я достану только одну... Одну... Открою один листочек какой-то, который я начну вязать сегодня. Итак... Итак, я достаю. Я возьму... Ой! А вот он сам выпрыгнул. Ну, выпрыгнул, значит, я его и раскрою. Давайте посмотрим, что это. Шапочка эльф. Замечательно. Значит, я начну сегодня вязать шапочку эльф. Вот он. Так. А это я убираю в сторону. Итак, шапочка эльф. Несла всю пряжу для шапочки эльф. Я уже говорила, что... Я вязала вот из этого шапочку. Она получилась малюпусечкина. Просто мне захотелось повязать из этой пряжи, попробовать, потому что я никогда из нее не вязала. И когда выбрала мама девочки вот этот цвет, я распустила шапочку, потому что 50 грамм на шапочку, очевидно, не хватит. Ну, и шапочка-то была ни к чему. Была просто так связана. Она была просто очень маленькая. Шапочку эльф я буду вязать приблизительно осень. Ребенок должен появиться в начале июня, где-то приблизительно числа 8-10. Нет, не так. 5-10. 5, 8, 10. Ну, как-то вот так. И я буду вязать, наверное, месяцы. Это осень будет месяца. 4-5. Вот на такую голову. Значит, что это такое? Это Gazal Baby Wall XL. Кстати, поближе поднесу. Здесь в 50 граммах 100 метров. Цвет этой пряжи 834. Рекомендуют спицы 4,5-5, крючок 3. Ну, да, состав пряжи 40% акрил, 20% кашемерпа и 40% мереносовая шерсть. Но когда я вязала вот из-за этого шапочку, мне показалось, там была маленькая резиночка, прям, знаете, наверное, сантиметра 2. И мне почему-то показалось, что резинка не очень хорошо держится. А Эльф – это резинка. Я сейчас возьму спицы 4,5. Может быть, даже лучше четверку взять. Но я посмотрю, какие спицы взять. Я попробую повязать резинку, потому что я сразу сказала маме этой, что, может быть, резинка будет не очень хорошая. Если будет плохая резинка, значит, мы поменяем пряжу. Она на это согласилась. Поэтому я сейчас возьму спицы, попробую повязать, и потом подключусь дальше, и буду рассказывать, что у меня получается дальше. Итак, до следующего включения. Второе включение. Сейчас уже почти без 15.7 вечера. Я сегодня была очень недолго на работе. Я сегодня ездила за актом. Там у меня была проверка, и меня попросили приехать, забрать акт проверки. Я приехала, забрала акт проверки, буквально забежала в школу, буквально на полчаса полила цветы и поехала домой. Пока была такая возможность, я ей воспользовалась. А завтра у нас экзамен. Завтра я иду. Рано-рано. Завтра такой сложный, тяжелый экзамен. Русский язык. Он самый долгий. 3.55. Почти 4 часа. Вот. И завтра у меня будет такой день не особо вязальный. Но, тем не менее, я буду завтра вязать. Что я буду вязать завтра, я об этом расскажу потом. А сегодня я расскажу о том, что я сегодня повязала. У меня, как вы помните, наверное, выпала шапочка эльфа. Вот у меня этот листочек. Вот он написан у меня. Эльф. Шапочка эльф. Я вязала... Ой. Шапочку эльф я брала газал бэби вуэксель. Вот. Она у меня вот в таком уже состоянии. Она связана центральная часть, боковые части. И теперь я закрываю. Я не стала делать остренькую. Я закрываю. Значит, мне надо вот эту вот часть, вот эту центральную часть макушечки провязать до конца, соединить вот эти две стороны. И обвязать вот здесь по низу шапочки. Она будет готова. Но я надеюсь, что я сегодня еще могу посидеть до 8 часов. В 8 и полдевятого я должна лечь спать, потому что завтра надо встать в 4 утра. Ушло вот это у меня 50 грамм. И, наверное, еще я... Ну, конечно, 50 грамм не хватит. Надо будет еще брать. Но я надеюсь, что я сегодня ее довяжу. И когда будет отчет, я покажу готовую шапочку. Вот такие у меня сегодня продвижения. Такой день приятный. Мне он очень нравится. Я очень довольна тем, что у меня получается. Мне нравится шапочка, мне нравится цвет. И я говорила о том, что, мне кажется, пряжа не будет держать резинку. Но это кажется. Во-первых, там была у меня резинка связана сантиметра 2 всего. И она, конечно, почему-то такая была расхлябанная. А это, посмотрите, как шикарно держится резинка. Просто я очень довольна. Вот такая плотненькая шапочка будет тепленькая. Вот такая будет шапочка. Это одному ребенку, а второму ребенку я буду вязать белую шапочку. Но там будет остренький мысочек, потому что та мама захотела остренький мысочек. И на этом все. Да, я забыла сказать, что ссылочки на всех девочек, на всех участниц, на Светлану, организатора, на всех девочек-участниц я оставлю в инфобоксе. Поэтому проходите по ссылочкам либо по хэштегу и смотрите. С сегодняшнего дня уже все видео будут, ну, наверное, в основном все видео будут на каналах. Обычно я видео выкладываю на следующий день рано утром, но так как сейчас мне не надо рано-рано уходить на работу, и у меня появилось время и небольшая работа, поэтому я сегодня... Сейчас я смонтирую видео и выложу на канал. У меня будет сегодня уже видео на канале. Так, все, что я хотела сказать, я сказала, и я желаю всем творческих успехов, всем девочкам-участницам нашего проекта, чтобы все планы осуществились, чтобы все, что началось связаться, чтобы до конца довязалось, чтобы было поменьше распусков и побольше готовых изделий. Ну и всем моим зрителям, всем моим друзьям я хочу пожелать хорошего настроения, солнечных дней, солнечного лета, теплого и здоровья, крепкого здоровья, мирного неба, хорошего настроения и до встречи. Всем пока-пока.